Роман Душкин Роман Душкин Роман Душкин входов и набор выходов обучение нейронной сети это специальный режим работы этой системы который позволяет выстроить внутренности вот этот но они для нас остаются скорее скрыты это такая общая не скажу что проблемой но общая особенность искусственных нейронных сетей так вот как же обучаются естественно напомню что естественно это клетка который есть большое количество коротких отростков которые называются дендриты они похожи на деревья есть аксонный холмик на котором формируется возбуждение есть длинный отрост который называется аксон на конце он разветвляется может разветвляться и на концах вот этих штуковин создаются так называемый синус каждый синус это присоединение аксона к дендриту следующего нейрона нейроны фактически соединяются такую цепочку вопрос каким образом нейроны обучаются что значит обучение в этом контексте обучение значит а то применение к естественным миром именно к естественным искусственные нейроны обучаются совершенно по-другому а вот естественное обучение естественных нейронов это по фактически формирование различных связей между нейрон то есть формирование сети а также процесс обучения неправильно такого быть не может вот так а также это может быть усиление а синус усиление вот оказалось что естественные нейроны вот обучение естественных нейронов происходит достаточно банально вот чем чаще нейроны пропускают по своим акционам потенциалы действия тем на их синапсов всех происходит утолщение то есть синус был такой маленький а это вот дендрит а если много потенциалов действия проходит синапс становится вот таким и если вы вспомните как организована синаптическая передача то вы понимаете что вот чем шире вот этот вот синапс тем больше возбуждение он передает сюда тем сильнее как бы связь прессинаптического нейрона с постсинаптическим чем чаще нейроны стреляют друг друга тем больше тем сильнее они связываются друг друг вот такой один принцип ну кстати этот принцип он связан с такой неприятной напастью у человека как эпилепсия и вот при эпилепсии происходят спонтанные разряды в голове а между нейронами и как они как раз когда нейроны друг другом начинают вот так вот спонтанно связываться в них формируются такие связи ненужные для человека который приводит к этим разрядам и вот чем больше происходит приступов тем сильнее эти связи организуются тем сильнее как бы создают вот эти эпилептиформные пути но это один из механизмов развития болезни но ладно я так но вопрос а первоначально как же создаются связи в сети нейронов как же вот вот эта вот сеть создается вот каким образом вот здесь вот есть два момента первый это генетический в наших генах в общем-то записано определенные паттерны по которым устраиваются нейроны как они друг другом связываются без этого не обойтись это такая базовая архитектура но есть еще другой другой метод который называется не помню как он называется но это они нейрогены ген с в общем нейроны достигают как бы с вами вот этими акционами они растут друг другу и здесь такая штука если у нас есть некий нейрон нейрон и вот здесь вот есть тоже еще один нейрон тут у него акцион вот тут проходит аксон допустим а вот этот вот нейрон достаточно часто возбуждается и стреляет постоянно своими потенциалами действиями вот вокруг этого нейронов формируется концентрация вещества который называется фактор роста нейронов фактор роста нейронов и от аксонов других нейронов которые лежат рядом там может быть много а по градиенту концентрации вот этого фактор роста нейронов начинают расти от рост и вот здесь начинает формироваться новый синапс вот ну а тот же самый механизм происходит и когда вот у нас уже есть один синапс с другими нейронами вот здесь вот как бы этот нейрон постоянно стреляет и как бы вокруг него вот этот фактор роста нейронов и вот здесь вот начинают образовываться новые синапсы к этому же нейрону то есть от одного нейрона много синапсов к одному нейрону это примерно тот же самый процесс усиления связи между нейронами как вот и в обычно ну вот предыдущий процесс который мы рассмотрели красивым становится шире канала ширять вот примерно это так происходит и фишка в том что нейроны не обучаются у них нет такого понять как обратное распространение ошибки о чем мы поговорим когда будем изучать обучение искусственных нейронов там есть метод как обратное распространение ошибки естественных нейронах этого нет в естественных нейронах вот у нас в голове есть только прямое распространение информации это вот рост аксонов и стрельба нейронов своим потенциалом действия но у нас в голове есть еще одна фишка которая называется прунинг этот процесс перенесли в искусственной нейронной сети он иногда очень помогает прунинг это удаление синапсов естественно у нас есть например вот такая сеть вот такая вот сеть а то для ее более совершенной работы начинают какие-то синапсы начинают удаляться то есть концы аксонов начинают отмирать или удаляются целые нейроны которые связаны с промежуточные нейроны интер нейроны как они просто отмирают этот процесс очень важен для обучения для именно обучение людей как биологических существ и надо сказать что у детей количество меж нейронных связей вот этих вот синаптических связей намного больше чем у взрослых и обучение у детей проходит так скажем рафинированием связи между нейронами между нейронами то есть у детей огромное количество ассоциативных связей в голове поэтому них мысли вот так разбегаются не могут сосредоточиться не самые странные с точки зрения взрослого ассоциации например такой пример могу вот сегодня мой младший сын задал вопрос своему старшему брату который купил себе нож и показал его своему соответственно младшему брату а потом уврал и вот младший сын мой спросил старшего своего брата покажи мне огонь вот соответственно откуда это взялся какой огонь и старший сначала не понял что за огонь оказалось очень простое как бы я потом сразу потом а сразу разобрался в чем кишка а у него у младшего нож ассоциируется с опасностью. И огонь ассоциируется с опасностью. Вот эта вот ассоциативная связь от ножа к опасности, от опасности к огню привела к возникновению этого вопроса. То есть у детей большое количество вот таких вот лишних с точки зрения взрослого связи. И в процессе взросления и научения у нас большое количество вот этих вот нежнейронных связей и синапсов уничтожается. Вот происходит вот этот самый пруник. Вот это еще один процесс, про который я хотел рассказать. И, собственно, на пальцах. Что остается? Остается сухомастат. Естественные нейронные сети, которые находятся у нас в голове, обучаются не так, как обучаются искусственные нейронные сети. Но Дональд Хеп в свое время, когда теория искусственных нейронных сетей только начала развиваться, создавал очень важное правило, которое ввело в основу обучения перцептрона. Он, это правило в английском звучит как wire together, fire together. То есть те нейроны, которые связаны вместе, wire, они вместе выпускают потенциалы действия или возбуждаются. То есть fire together. Wire together, fire together. Это так называемое правило ХЕБА. Оно часто используется тоже в обучении нейронных сетей, искусственных нейронных сетей. Но вот у нас в голове, естественно, нейронные сети обучаются именно по правилам ХЕБА. То есть wire together, fire together. На этом все. Надеюсь, было интересно. С вами был Роман Душкин. Подписывайтесь на канал. Обязательно смотрите другие мои видео по другим темам, по искусственным интеллекту, по квантовым технологиям, по криптоэкономике. На этом все. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова